Браконьеры в тот раз особо не стеснялись. Автомобиль двигался параллельно бегущему стаду дзеринов. К оперативникам Даурского заповедника сигнал поступил сразу, как только подозрительная машина была замечена. 33-й втором, как слышишь? Хорошо. Ну я вижу машину подозрительную серую, между дзеринов ездит, сейчас понаблюдаю. Это от обо в сторону Байнцагана. Женя, я выстрелу слышу, давайте быстрее. Застрелили краснокнижного дзерина в районе села Новый Дурулгуль. Злоумышленниками оказались местные жители. По дороге пытались избавиться от главной улики туши самки. В декабре прошел гон у дзеринов. Дзераны ослаблены в настоящий момент. Вот именно вот эти месяца, декабрь, январь, февраль, у нас происходит большая миграция дзерана с Монголией. Конечно, люди смотрят дико на все это, всем охота пострелять. Случаи были нынче, в 2017 году, это уже второй случай у нас по Носкому району. Были задержания. А так, из-за больших штрафов боятся люди все равно. Охота с применением транспортного средства и гладкоствольного оружия. Статья 258, часть 1 Уголовного кодекса. Браконьерам грозит крупный штраф свыше сотни тысяч рублей. Свою вину криминальные охотники признали полностью. За последний месяц это уже второй случай незаконной охоты. Совместные рейды в местах скопления краснокнижных животных оперативники проводят при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Иногда злоумышленники предлагают взятки. Предлагали деньги было, говорили. Это у нас на злоумтореи так наркоманы там в коноплю собирают. Было такое. Чтобы не задерживали? Ну, чтобы как бы, ну, разъехаться. Ага. Не разъехались? Нет. Монгольская антилопа была почти полностью истреблена на территории России. Популяцию восстановили только в начале 20 века. Даурский заповедник – одно из немногих мест на земле, где можно увидеть бегущее стадо дзеринов. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый из Анонского района.